Итак, давайте разберемся с первой лабораторной. В конце проектирования мы должны получить таблицы. Я понимаю, что с таблицами вроде как вам все понятно. Структура таблицы должна содержать ключевой набор атрибутов, первичный ключ. В наших таблиц еще будет требование, чтобы ключ состоял из одного столбца. Это может быть необходимым по двум причинам. Во-первых, чтобы в запросах потом Join On были попроще. И второе, более удобно использовать дополнительные расширения типа Object Relational Mapper. Они очень хорошо работают только с таблицами, у которых ключевое поле представляется одним атрибутом. Вот я в интернете нашел некоторые задания номер 30. Проект Minsk ZelenStroy. Предприятие занимается поставкой цветов различным организациям. Цветы разделяются по названию. Там цена. Вот данная должна хранить информацию о поставщиках. Рассады цветов. Название поставщика. Адрес поставщика. Это содержательные атрибуты. Характеризует наших поставщиков. Характеристики цветов. Название цветка. Цена рассады в рублях. И заказчик. Соответственно, название заказчика, адрес заказчика, телефон. Отношения между сущностями задаются следующим образом, что заказы, поставка определенного количества цветов на оформление реализуется в рамках определенного договора. Договор характеризуется указанием даты начала договора, то есть когда был заключен договор, дата его исполнения между заказчиком и поставщиком. В оригинале тут было такое задание, что можно было уже ничего не проектировать, просто напрямую. И было выдвинуто очень интересное требование. Например, что между заказчиком и поставщиком заключается всего один договор. Но такое редко очень бывает, потому что бывает так, что заключается договор на определенный период. В рамках этого периода поставщик цветы доставляет, оформляет там или высаживает их на клумбы. Договор заканчивается, потом делается договор с другим поставщиком или с тем же самым на новый срок. Поэтому я рекомендую всякий раз эти вопросы, естественно, с заказчиком обсуждать. Я как инженер системотехник к задаче подхожу через обобщение. То есть, берем задачу, которую ставит заказчик, решаем более общую. И вот это решение общей задачи, оно в себя включает как элемент или как вариант задача заказчика. Ну и я для того, чтобы, собственно, заниматься проектированием, выкинул атрибуты, влияющие значительно на структуру целевой логической модели. Ну, это были только первичные ключи синтетические и внешние ключи. То есть, они уже здесь были вставлены в отношения. Поэтому мы берем именно такой вариант постановки задачи, который идет от заказчика. Достаточно абстрактный. Ну и вот, первым делом нам нужно выделить сущности основные. Здесь у нас имеются поставщики, цветы, заказчики. И отношения между сущностями. То есть, заказ, он находится в рамках договора, да, и договор связывает заказчика и поставщика. Опять же, исходя из соображений системной аналитики, да, то есть, более абстрактных решений, то есть, решения более абстрактных задач, Тут очень хорошо видно, да, что поставщик и заказчик имеют одинаковую структуру. То есть, у них есть название, да, то есть, название поставщика и название заказчика. Адрес поставщика, адрес заказчика и телефон. Телефон у заказчика. То есть, в принципе, почему бы не поставить телефон и поставщики? То есть, можем здесь написать «запятая» и «телефон». Редко бывает так, что организация без телефона, либо еще с каким-то средством связи. По сути говоря, это одно и то же. Является ли конкретная организация поставщиком или заказчиком, это определяется в договоре. Давайте сначала нарисуем при помощи программы умлет. Я добавлю сейчас ее на панель. Вот я нашел, добавил, сейчас запустим. Это простая рисовалка, она чисто для того, чтобы рисовать. Можно экспортировать данные, как-то их потом использовать. Но для нас сейчас интересует именно данная как рисовалка. Будем использовать нотацию близкую к ISO при помощи диаграммы классов. Вот у нас есть разные способы рисования. Вот мы берем самый абстрактный для примера и начинаем его тут использовать. Значит, в OML вот этот стереотип, первая строка, обозначает, скажем так, класс класса. OML изначально предназначен для моделирования объектно-ориентированных программ. Но язык достаточно абстрактный, поэтому мы можем его использовать и для рисования ярких программ. Ну, это чисто для строгости, например, напишем так, стереотип DB, то есть база данных. Package не будем указывать, атрибуты и нам нужно определить первую сущность. Это flower цветок, да? Значит, в VR-диаграмме у нас нет никаких методов. Самая последняя responsibility – это различные комментарии. Нам они тоже не понадобятся, поэтому мы тоже их удалим их сюда. И разделить на линию нам тоже не нужна. Теперь нужно нам переписать атрибуты. Эти атрибуты мы здесь можем, подчеркиваем, помечать ключевые атрибуты. Значит, смотрим, что у нас в постановке в цветах. Название цветка и цена рассады. То есть пишем name, да? Можно по-русски писать название. Name. Тут мы не указываем тип. Так, и price. Кстати, можно маленькие глупами писать. Вот это первая наша сущность. Твойным нажатием очень удобно. Почему очень удобно использовать этот умлет, неказистый. Он копирует содержимое. И второе у нас что? Там были поставщики и заказчики. То есть это организация. Вообще, в документах, благодаря 1С очень много новых интересных, зафиксировано в предметной области взаимоотношений между организациями полезных терминов. Вот, когда поставщик и заказчик будут обмениваться материальной собственностью, то есть цветами и деньгами, они будут называться контрагенты. Собственно, мы так можем их назвать. Надо правильно по-английски это сделать. Ну, вот на Википедии контрагент. Переводится как заключающий договор. Вот, нам нужно найти английский вариант его. То есть контрагент одна из сторон договора. Гражданско-правых отношений. Удобно находить на Википедии русскоязычный термин. Конечно, он не русскоязычный. Потом переходить на английский вариант сайта. И вот у нас появляется CounterParty. Мы уберем и эффективно используем. Ну, вот я вписал атрибуты. Так, получается. И теперь нужно нам сюда вставить отношения. Что они находятся в договорных отношениях. Кто находится? CounterParty вместе с CounterParty. Мы тогда рисуем стрелку. Будем использовать вот эту стрелку. С чем тоже удобен в некоторой степени. Этот умлет. В нем можно рисовать какие угодно стрелки. Например, вот такую стрелку. И подсоединять к любому месту. Сейчас я настрою. Ну вот, что у меня получилось. Теперь подпишем что-то отношения. N к N. Многие ко многим. Ну, то есть любая организация может с какой-то другой организацией заключить договор. Это мы уберем, чтобы она нам не мешала. То есть каждое отношение... Ну, тут не очень... Потом дальше, когда будем рассматривать. Каждое отношение у нас может в одну сторону одно значить, в другую сторону другое. Но так как у нас оно здесь рефлексивное, мы можем ничего не обозначать тут. Вот я их назвал Start Date и End Date. Пододвинем ее... Таким вот образом. Теперь нам нужно что еще? Каким-то образом охарактеризовать... Так как нам уже не надо, да? Заказ. Конкретный заказ. Заказ по-английски это order. Копируем нашу стрелку. Цельную. И заказ у нас будет вот с этим отношением. То есть можно сюда подсоединить. Или даже сюда будет правильный. В этом смысле диаграмма не очень удобная. Ну, вот сюда. Сейчас мы ассоциировали наш agreement с этим отношением многие ко многим. Что получается, что... Да, в одном заказе... Я тут не обговорил, да, получается. В одном заказе может быть несколько разных цветов. Получается. Но. То есть вот этот вот элемент order, да. То есть вот у нас в заказе есть... То есть заказ представляет собой табличку, да. В этой табличке есть строки. Каждая строка соответствует... Цветку и количество каких-то этих цветов. И заказ, он приурочивается конкретному агрименту. Вот. Таких заказов может быть много. То есть в одном agreementе, да. То есть можно несколько раз эти заказы делать. Вот. Но при этом... Не может быть такого, что разные строчки этого заказа принадлежат разным агриментам. Я, на самом деле, в общем случае, конечно, может быть. Предположим, у организации имеет несколько договоров с другой такой же организацией. Ну, то есть с одним и тем же поставщиком. Ну, предположим, все-таки у них в один период времени, да. Всего один договор. То есть получается, что... Давайте мы здесь опозначим как order. Получается, что... Вот здесь у нас единица, да. Находится... Так. А здесь будет у нас... Так, что-то, по-моему, наоборот. Несколько... Да. То есть несколько позиций относительно договора, да. И... Все позиции, они к одному и договор привязаны. Получается. То есть один ко многим. Ну, и кроме того, аналогично, значит, у нас в заказе указывается... Да. То есть также мы здесь пишем order. Оказывается... Количество цветов, да. Аккаунт. Кстати, по идее тоже дату вы здесь поставите. Потому что по определенную дату же происходит заказ. Здесь у нас поставка определенного количества цветов, да. Поэтому я бы все-таки дату поставил. Ордер. Ордер. Дейт. С маленькой буквы. По-питоновски. Ну и ассоциацию тоже самое. Мы можем сюда подвесить. Все. Ну и тут давайте тоже допишем. Чтобы у нас полноценная более-менее диаграмма была. Agreement. Ну вот что у нас получилось. Что контрагенты заключают в собой друг с другом договоры. Так. Договор характеризуется началом. Начальной датой и конечной датой. Вот. Есть конкретные поставки определенных цветов в определенном количестве. Определенную дату. Вот. Несколько строчек может быть в таблице поставок. Ассоциированных соответственно с одним договором. Вот. Теперь мы начинаем добавлять сюда. Точнее искать сначала. Крючевые наборы. Для сущности вначале. Да. Вот. Сначала мы не обращаем внимание на то, что у нас есть синтетические ключи. То есть посмотрим, что у нас здесь есть естественного. Ну вот. А может ли быть такое, что под одним адресом находятся несколько организаций с одним и тем же именем и с одним и тем же телефоном. Скорее всего нет. Более того. А, кстати, может быть такое, что один и тот же телефон на несколько организаций работает. То есть по сути говоря, если так грубо посмотреть, то весь набор, то есть name, address и phone, да, он у нас характеризует организацию. То есть все атрибуты входят в ключевой набор атрибутов. Значит это мы не трогаем, потому что это у нас к отношению это тоже самое. Значит здесь name и price, да. Тут надо смотреть. То есть если может быть несколько разных цветов под одним и тем же именем с разными стоимостью, то можно считать, что тоже name и price тоже являются ключевым набором. Ну, так как у нас очень большая в данном случае неопределенность, это первое. Второе, нам нужно выполнить требования вот этих вот возможностей использования дополнительных модулей. Мы здесь должны добавить синтетические ключи. Это я их назову не id, а pk, primary key. То есть первичный ключ. Ну и здесь тоже самое. То есть мы ставим pk, будет первичный ключ. Удаляем вот эту вот строчку. Ну и здесь соответственно тоже удаляем. У нас получается завершенная ER-диаграмма. Вот теперь из нее нам нужно построить логическую модель, да. вот, но сначала давайте немножко теорию рассмотрим. То есть каким образом мы преобразуем ER-диаграммы на логическую модель. Смотрим сначала два самых простых случая. Значит, первое это отношение один к одному. Сейчас нарисую диаграмму. Сейчас нарисую диаграмму. Одна сущность A и сущность B. Кстати, еще можно здесь переименовать. Например, pk, пускай будет называться b. Это первичный ключ b, да. А это первичный ключ A, например. А E это значит A entity, да. entity это B entity. Вот у нас и отношение один к одному. При этом еще один важный момент, да, заключается в том, что класс принадлежности, то есть у нас здесь будет обязательный. Тут я по-русски напишу букву O. Обязательный и здесь тоже обязательный. То есть, что означает, что если имеет место, так сказать, информация здесь, то для этой же информации есть еще информация здесь. Ну, запись соответствующая. И вот для того, чтобы замоделировать его в виде таблицы логической модели, нам нужно что сделать? Нам нужно взять все сущности из A, E и B, E и записать их сюда. То есть в эту, в одну и ту же таблицу. То есть я здесь так вот нарисую, что у нас еще есть какие-то другие атрибуты. То есть из первой и второй. Ну и получается мы должны слить еще оба ключа наших. То есть PKA. У нас получается два одинаковых первичных ключа. То есть они каждый сам по себе идентифицируют запись. Поэтому мы оставляем какой-нибудь из них. Ну, например, A. Теперь осмотрим другой вариант. Немножко изменим. Вот. Все то же самое, только пусть у нас с одной стороны будет необязательное отношение. Бакуэн. То есть может быть, а может и не быть. То есть, скажем, для A существует определенная строка, характеризующая некоторую сущность. А вот в B ее может быть не быть. Ну, например, есть у нас информация о сотруднике. А это его должность. Ну, скажем, его взяли и еще должность не определенного у него. Ну, вот такая посмотрка задачи. То есть если мы их сольем в одну таблицу, да, вот сейчас я скопирую. То так получается, что тут даже мы сейчас добавим должность. Пусть это будет, ну, пусть это будет ссылка на какую-то таблицу с должностей, да. То есть это job.fk, да, foreign key, который указывает на какой-то потом первичный ключ какой-то таблицы. И, соответственно, мы здесь должны ее добавить, да, потому что мы и слили же вместе. То есть job.fk, ну, так вот, что получается. То есть если вот мы их слили так, то как в этой таблице определить, что у данного сотрудника нету должности еще. Мы, получается, для вот этого foreign key, внешний ключ, мы должны сделать null. А это не очень хорошо, потому что null, я вот на лекции вам показывал, да, это непонятно что. То есть это либо недопустимо, либо эта информация отсутствует, ну и тому подобное. Поэтому, когда у нас появляется вот такая ситуация, то есть один end, да, то есть один к одному, но не обязательно отношение. То есть мы его обобщаем до один ко многим. То есть мы его удаляем, так, и фактически уже здесь написать так, что мы его преобразуем к n, один ко многим. Этот случай дальше мы будем, ну, потом рассмотрим. Так, значит, этот случай зафиксировал, теперь аналогично с другой стороны, да, то есть когда у нас тоже необязательное отношение, то мы его, естественно, преобразуем к n, да, то есть m к n. Ну и будем его также рассматривать отдельно дальше. То есть если один к одному, резюмирую, да, обязательно-обязательно, мы берем все атрибуты отсюда и все атрибуты отсюда и сливаем в одно отношение. Ну и называем его, например, а или б, либо каким-то синтетическим именем, показывающим, что все атрибуты характеризуют данную сущность. Теперь другой крайний вариант, да, рассматриваем вот этот вот, многие ко многим. То есть, так, это рисуем. Здесь нам не важно, что у нас есть какая-то ссылка на какую-то доусность. Так, это отношение остается m, n. Так, ну и здесь необязательно указывать класс принадлежности, то есть обязательно и необязательно. То есть это настолько абстрактное отношение, что оно учитывает оба варианта. Так, ну и что получается. Для того, чтобы мы это преобразовали в логическую модель, то есть это ER-диограмма, да, это у нас логическая модель получается. Это вот отношение. Ну, нам надо бы, да, его еще поименовать как-то. Самое отношение, так. Ну, там отношение по-английски будет Relation, букву ER обозначим. Чтобы этот Relation реализовать, нам нужно, значит, взять эту таблицу, скопировать так. Точнее, сущность. То есть для каждой сущности мы строим таблицы. Вот вторая сущность получается. И новая таблица появляется для нашего отношения ER. Я вот его копирую. Сюда, да. Так, любит умлет копировать. Называем его ER. Ну, некоторые называют его, например, AE, HES, AB, например. Ну, это не совсем правильно. Лучше все-таки полным именем назвать. Значит, это первый этап. Второй этап – нам нужно создать внешние ключи. То есть вот у нас первый foreign key для B появляется, да. Второй foreign key для A. То есть в нашем случае это вот одна организация, это другая организация. Ну, там поставщик – это заказчик. И теперь между ними строим отношения. Ну, то есть связи. Нормально тоже отрисуем это все. Вот я тут добавил сущность. Сейчас я их приведу к консистентному состоянию. Ну, вот я обобщил название ER – там date, amount. Это, как пример, ассоциированные значения с этим отношением. Вот они здесь появляются в нашей таблице. И теперь у нас ключевой набор получается из двух атрибутов. То есть внешний ключ в AE и в BE. Кстати, название неправильно. AE HSBE. Например, заказчик имеет потребителя. Ну, криво, да, название. Поэтому в данном случае в нашем это будет договор. То есть получается у нас есть теперь два крайних варианта, да, получается. То есть один к одному с обязательными отношениями. Превращается в одну таблицу, да. И второй крайний вариант – да многие ко многим. И получается три таблицы. То есть у многих из вас может случиться так, что в ER диаграмме отношения между тремя и четырьмя сущностями типа MNK. Вот они все сцепляются вместе. И тут будут в этом случае добавляться внешние ключи. foreign key для C, foreign key для D. Это очень часто бывает. И так далее. Я вот такой вариант оставлю на некоторое время. Потом, естественно, чтобы все это было более-менее соответствовало тому, что есть. Я уберу их потом. Так. Ну и теперь остался последний вариант у нас. Точнее, их несколько вариантов. Но мы сначала рассмотрим вариант, когда обязательное отношение 1. Вот здесь. К обязательным отношениям много. То есть один ко многим. То есть один ко многим. Здесь вот будет N. И здесь будет обязательный. То есть тоже простой вариант. То есть один к N и оба обязательных. В этом случае у нас появляются две таблицы. То есть одна таблица. Вторая таблица. Так. И теперь нужно как-то обозначить. Кстати, надо тоже лишнее удалить сейчас. Сейчас в момент. Нам нужно обозначить в B принадлежность к A. Ну, например, это сотрудник. Это отдел, да. То есть сотрудник принадлежит одному отделу. А в отделе несколько сотрудников. Вот нам нужно причастность или принадлежность сотрудника отдела указать. Ну, для этого как раз очень удобно использовать внешний ключ. То есть foreign key. Foreign key, указывающий на первичный ключ A. То есть foreign key A обозначен. Вот тут. ПКБ и foreign key A получается. И вот они оба. То есть ПКБ и foreign key A в данном случае представляет собой ключевой набор атрибутов. Да, ну и отношения. То есть мы скопируем. Получается один ко многим, да. То есть эту лапку берем. Замечательно. Так, выровняем, чтобы все было красиво, да. Ну, теперь копируем опять наш случай. И рассматриваем варианты с обязательностью и необязательностью. Тут, кстати, очень интересно получается. Нет. То есть если мы здесь поставим необязательный вариант, да. то есть вот в этом месте, где N стоит. То есть что обозначает, что у нас нет сотрудника. Или нет ни одного сотрудника. При этом отдел существует. То есть вот в этой схеме получается просто нет записей в BE, соответствующей вот этому сотруднику. Это все очень получается хорошо, да. То есть схема укладывается. Поэтому мы здесь можем поставить звездочку. Что означает, что неважно, что со стороны N у нас обязательное или необязательное отношение. Еще раз повторяю, что необязательность отношения в данной схеме реализуется таким образом. Просто у нас нет соответствующей строки вот в этой таблице. В этой таблице. И, соответственно, нет представителя данной сущности. Ну все замечательно получается. Но вот если у нас рассматривать другую сторону, да. То есть у нас здесь необязательное отношение. То аналогично в случае вот этому, да. Когда мы необязательно рассматривали здесь. Мы его преобразуем к варианту. Получается. К M, да. То есть M, N. M, N. То есть автоматически у нас получается случай номер 2. Можно их здесь пометить. Давайте мы их раскрасим. Вот красный случай это M, N. Единственное, что тут очевидно не будет дополнительных атрибутов R. Ну и как он реализуется? Опять таким же образом. То есть при помощи дополнительной таблицы. Ну давайте мы его красным же и обозначим, что это как раз наш случай. С этим вариантом все. То есть мы его преобразуем в такой вариант. Дексабайт здесь лишнее уберем сейчас. Который не совсем соответствует тому, что есть на самом деле. И скопируем. Ну и правки естественно сделаем, которые указывают на специфику данного случая. У нас не будет лишних каких-то левых атрибутов. То есть чисто два ключа. Хотя я думаю, что со временем развития баз данных там они наверняка появятся. Заказчик, как правило, не знает, что ему. Ну и теперь последний у нас случай остался. Когда один к одному. И при этом у нас с одной стороны необязательное отношение. Мы договорились, что это вариант с N. Ну и мы его должны реализовывать по сценарию. Давайте его обозначим синим. Что-то синий неудачно. Маджента может быть. Фиолетовый сценарий. К которому все фиолетово. Ёл. О, Ёл подходит. Сейчас я расскажу. Вот что получилось. Мы копируем этот вариант. Ну то есть тут я копирую для того, чтобы это представить каким-то образом. Зрительно. По идее то есть просто мы переходим сюда и делаем вот так. То есть по сути у нас два этапа. Первый этап. Мы преобразуем, обобщаем отношения. Где у нас есть необязательный класс принадлежностей. И второй этап. Мы реализуем три правила. То есть один к одному. В результате одна таблица получается. Многие ко многим. Получается три таблицы. И один ко многим. Где у нас получается две таблицы. С ключом. ФК. В таблице со стороны многие. Указывающие на вариант из одного. И это первый этап проектирования. Он самый важный. Самый сложный. Нудный. И тому подобное. Значит здесь можно вообще говоря поспорить. Например. Вариант. Один. Где у нас был. Один к одному. А мы его затерли. А нет. Вот он. Один к одному. Где у нас необязательное отношение. То есть мы можем сделать. Опять же такую одну таблицу. Я кстати про нее говорил. И указатель. Точнее не указатель. А вот. Те поля которые были в необязательной части. Да. Вот здесь вот. Просто не заполнять. Но тогда у нас получается много нулов. И появляется неопределенная. Аналогично в случае. Вот этом. То есть у нас есть. Некоторый человек. Но он не принадлежит. Отделу. Как будто можно нул поставить. Ну что это значит. То есть для него неопределен отдел. И он вообще в принципе не может в отдел входить. В том подобной вещи. То есть короче говоря. Нам нужно минимизировать. Количество нулов. В базе данных. Они очень сильно мешают. И вот. Классический вариант. Это тот. Который я вам сейчас привел. Так. Следующий этап. Мы должны. Нашу. Точнее. Это первый этап. Мы должны сделать. Для нашей базы данных. Для нашего. Для нашего. Проекта. Ну. Давайте я так буду с края его рисовать. По. В соответствии с этими правилами. Так. Кстати. Надо еще раз ставить. Обязательность. Необязательность. Да. Класс. Принадлежности. Ну. М к Н. Очевидно. Ничего не надо. Со стороны. Н. Отношение. Один. Ко многим. Нам. Получается. Здесь. Не важно. Ну. В соответствии с тем. Что мы ниже. Рассмотрели. Обязательное. Необязательное. Отношение. Вот. А теперь. Смотрим. Здесь. То есть. Если у нас есть. Некоторая запись. В. Ордер. Вот. То она обязательно. Должна принадлежать. Какому-то. Агрименту. То есть. Кому-то договору. Здесь у нас все четко получается. То есть. Отношение. Один ко многим. А здесь. Многие ко многим. Ну. И. Начинаем. Соответственно. Проектировать. Нашу. Логическую. Структуру. Давайте. Сейчас. Немножко. Я. Ужму. Вот. Эту. Часть. Чтобы. Можно было. Таблицы. Наши. Рисовать. Здесь. Так. С ключами. Тут. Мы. Тут. Можно. Просто. Скопировать. Да. Угу. Вот. Таблица. Counterparty. Теперь. Берем. Flower. For. Делаем. Одинаковое. По ширине. Так. И. Один к одному. У нас. Нету. Да. Я. Вот. Раскрасил. Те. Отношения. Которые. Входят. Один ко многим. Многие. Ко многим. Так. Мы. Таблица. Агремент. Нужна. Новая. Таблица. Ну. Давайте. Из этого. Сделаем. Получается. Что у нас. ForeignKey. Внешний ключ. Counter. Party. ForeignKey. На. Counter. Party. И. Она же сама с собой. Взаимодействует. Ну. Теперь. Даты. То есть. Start. Date. EndDate. Что у нас. Получается. Что. Ключевой набор. Атрибутов. Здесь. Представляется. Набором. Вот этим. Вот. То есть. Три. Поля. ForeignKey. Counter. Party. ForeignKey. Counter. Party. Кстати. Они должны по-разному называться. Это я неправильно сделал. И. Дата договора. Ну. Вот. Если я считаю. Что в одну дату. У нас. Может быть. Один договор заключен. Скажем. То есть. Не два договора. В день. Например. Так. Надо переименовать. Надо назвать. Поставщик. И. Заказчик. Здесь. Правильно. Я написал. Правильно. Да. Кастомер. И. Теперь. Поставщик. Вендор. По-моему. По-английски. Поставщик. услуг. Так. Расставим. Наши лапки. Вот. Наши лапки. Но. Я бы даже. Вот так сделал. Если бы. Подломал. Немножко. Тыц. И. Вот. Сюда присоединил. Так. Чтобы показать. Что на один и тот же атрибут. Слайд. Так. Ну. И теперь наш flower. Пошел. С agreement. Находится в отношении. Многие. К одному. Да. Ну. Это поставим. Чтобы. Можно было. Внешний ключ. Правильно. Поставить. Значит. Все это. Сохраняет. Все его атрибуты. У flower. Плюс. Добавляется. Еще. Атрибут. Форенький. Который. На что. Теперь. Смотрите. То есть. Если. В agreement. Не добавлять. Синтетический. Ключ. То. Тогда. Мы должны. Для идентификации. Нужные. Нам. Записи. Перечислить. Все. Вот. Эти. Вот. Набор. Атрибутов. Мы должны. Добавить. Сюда. Вот. Что. У нас. Получилось. Сейчас. Раскроем. Тут. Раскрыл. Значит. Наш. Блок. То есть. Эти. Форенький. Вендор. Он. Указывает. На. Вендор. Вот. Именно. На. Вот. Этот. По сути. И на. Этот. Тоже. Кастомер. То же самое. И. Стар. Дейт. Вендор. То есть. Нам. Для того. Чтобы. Потом. Джейн. Сделать. Он. Нужно. Будет. Написать. Что. Форень. Кей. Кастомер. Совпадает. Форень. Кей. Кастомер. Кастомер. Форь. И старта. Ваграминти. Сопада. Сопада. Эт. Мы все-таки. Добавим. Дублирование. Так. Тут. Спорить. Дублирование. Здесь. Дублируем. Набор. Ключевой. Если. Ваграминти. Добавим. Первичный. Ключ. А. Здесь. Можем. Избавиться. То есть foreign key agreement оставить, то есть у него перемешанный ключ будет у flower, собственно, синтетический, и foreign key agreement, который указывает на вот этот, на это поле, а не на вот эти вот. То есть получается хранить информацию мы будем меньше уже, но у нас тут появляется лишнее поле ПК для агримента. Но так как оно синтетическое, нас сильно волновать не должно. Добавим наши лапки теперь. Я добавил, но добавил ее неправильно. Надо быть внимательным. То есть лапка в сторону foreign key, в отношении один ко многим идет. То есть наоборот. То есть вот так вот и получается. Ну вот мы и спроектировали логическую структуру. Следующий этап проектирования заключается в том, чтобы проверить нормальные формы. То есть мы проверяем каждую таблицу по требованию нормальных форм. То есть первая нормальная форма. У нас для них выполняется. То есть мы нигде не собираемся хранить множественные значения. Это раз. Во-вторых, у нас нет полей. Там фон 1, фон 2, фон 3 и так далее. Которые бы реализовали в той или иной степени отношение один ко многим. Вот это первое. Вторая нормальная форма. Нам нужно, чтобы все атрибуты зависели только от полного первичного ключа. Но так как у нас здесь есть поле ПК в каждой таблице. Именно ПК как первичный ключ. То есть всего одно поле. Поэтому мы не можем здесь говорить о некоторой части ключевого набора. То есть у нас ключевой набор из одного поля состоит. И все атрибуты от него зависят. То есть эти все таблицы находятся во второй нормальной форме. Ну и третья нормальная форма. То есть это транзитивные зависимости. Сейчас проанализируем, что у нас получается. Вот в этой таблице. Name зависит от ПК. Address от ПК тоже зависит. И фон от ПК. Вот. Фон от Address. У нас зависит. В одном здании может быть несколько телефонов. Правильно? Адрес от имени. Зависит. Ну в какой-то смысле зависит. Если у нас имя задано, то организации. Скорее всего адрес будет известен. С другой стороны, если у нас несколько организаций в одном, пять же зданий. Они будут по одному адресу находиться. То есть не зависит. Ну, то есть дальнейший анализ показывает, что вот эти атрибуты, они друг от друга вообще не зависят только от ПК. То есть здесь транзитивных зависимостей не наблюдается. Значит, здесь у нас два набора ключевых. То есть либо ПК, который характеризует набор полностью FK Vendor, FK Customer и Start Date и наоборот. То есть они, по идее, в транзитивной зависимости друг от друга находятся. Но если мы применим правила формирования, то есть разрешения этой зависимости, мы должны точно такую же таблицу построить. С одной стороны. С другой стороны, мы можем третью нормальную форму рассматривать в том случае, если у нас есть две зависимости. То есть что-то зависит, например, от этого набора, а этот набор зависит от ПК. Тогда они должны расщепляться. Ну, короче говоря, это в третьей нормальной форме тоже находится. Ну и здесь то же самое. То есть от ПК зависит Name Price и FK Agreement. Да, кстати, тогда я неправильно сказал, что у нас набор двух атрибутов ключевой. ПК у нас первичный ключ, и он задает как раз запись. Так что здесь все нормально тоже. То есть ПК зависит от ПК, Name от ПК и Price от ПК. Они находятся в третьей нормальной форме. Ну, четвертую и пятую форму мы можем анализировать только в том случае, если уже начнем данными манипулировать. Хотя, само нарушение, возможно, оно уже на этапе как раз проектирования должно быть вложено в базу данных. Как-то я записывал в первую лекцию, обнаружил, что я не доделал диаграмму. Более того, ввел вас в заблуждение в каком-то смысле. А здесь была единица, это ER-диаграмма. Вот, единица была бы, если бы мы ставили бы Ордер как отдельную сущность. Вот в нашей диаграмме у нас flower и agreement, да, они находятся, ну, в прямом отношении. Так вот, эту N, вроде с ней все понятно. То есть в одном договоре несколько раз можно, ну, или несколько раз, любые цветы, в общем, несколько цветов можно передать заказчику. Вот, а с другой стороны, каждый цветок может быть в нескольких договорах участвовать, правильно? И вот конкретно его участие уже как раз в Ордере оказывается. Поэтому есть отношения у нас, вот, многие ко многим, получается. И, соответственно, мы должны построить немножко другую диаграмму. То есть мы добавили Ордер, так, и у него получается, ну, то есть первичный ключ, потом внешний ключ на первичный ключ возданных индивидов, и внешний ключ на первичный ключ, соответственно, ну, все остальное такое же остается. Сильно увлекся процессом проектирования и чтения лекций, но здесь тоже надо проверить нормальный эффект. То есть для Ордера оказывается первичный ключ, а один атрибут, поэтому первый, второй, он одновременно уже находится. Значит, третий, это Каунт и Ордер Дэйт, они пока зависят. И они же зависят от этой комбинации ПК, Грюмент и Ордер Дэйт, Каунт, по крайней мере, здесь. То есть Каунт зависит и от этой тройки, да, и от ПК. Поэтому у нас нет такой транзитивной зависимости. То есть он находится в третий нормальный вход. В этом проектировании состоит, чтобы постоянно возвращаешься назад и смотришь, правильно ли ты делал предыдущий шаг или нет. Так, ладно, на этом и закончим. Продолжение следует...